В течение всего лета в Одесской астрономической обсерватории проходит Старфест. Традиции проведения уже три года. Посетителям всех возрастов наиболее полюбились экскурсии по планетарию, территории обсерватории и старейший в Украине телескоп, которому исполнилось 130 лет. Высокостный 2020 год выдался астрономически бурным. Как рассказывает председатель Одесского астрономического общества Михаил Рябов, в течение всего лета будет проходить Старфест. По выходным в астрономической обсерватории можно посетить экскурсии по планетарию с посещением телескопа и осмотром звездного неба. Летом этого года Одесситам выдалась чудесная возможность наблюдать комету, которая развернула на глазах ученых и любителей огромнейший павлиний хвост. Зрелище не всем удавалось заснять, так как ее забивали огни города. Но многим настойчивым это удалось. Теперь до ее следующего приближения к Земле нужно подождать каких-то 6800 лет. Год этот войдет в историю 20-21 века, как год кометы Неовиза называется. Открыл комету космический аппарат, который должен наблюдать звезды, галактики, поиски новых комет и астероидов. Вот он и обнаружил эту комету. Поэтому именем аппарата и названа комета. Но, кроме того, этот год, надо сказать, почти год, соответствующий великому противостоянию Марса. Марс приблизится в октябре месяце к Земле на 57 миллионов километров. Это, как называется, момент, коридор для успешного полета к нему космических аппаратов. Вот каждые такие два из 60-х годов такие миссии планируются. В этом году целых три миссии. Одна уже стартовала, еще две предстоят, полетят к Марсу. То есть они продолжат вот эту эпопею исследования Красной планеты, но с определением поисков жизни на Марсе. А, может быть, когда-то жизнь появится и с Земли туда переберется в виде космонавтов и туристов. Экскурсантам, пришедшим на выходные в обсерваторию, расскажут о поведении Солнца. Светило и в спокойном состоянии бурлит, и держит землян в тонусе. Недавнее открытие совершенно удивительно совершил космический аппарат Solar Arbiter, который сфорофировал Солнце с минимального расстояния. Это ближе, чем орбита Меркурия. И было сделано удивительное открытие, что на Солнце, несмотря на то, что оно сейчас очень спокойное, происходит по всей поверхности, как говорят, пожары, такие вот сполохи пожаров. Вот это совершенно открытие, которое раньше никто не подозревал, что такое есть на Солнце. В этом году отмечалась 33-я Хаббла. Мы посвятили этому специально тоже. У нас здесь был вечер, посвященный Хабблу. 30 лет полета Хаббла – это новая вселенная. То, что мы благодаря Хабблу увидели, мы, конечно, никаким другим образом, наверное, увидеть бы не смогли, потому что телескоп находится на космической орбите и видит сразу Сиренную в трех цветах – в ультрафиолетовом, в инфракрасном и видимой области. Это тоже совершенно потрясающее, я считаю, событие года. Сегодня одесские астрономы участвуют в международных грантах и программах. Благодаря этому в обсерватории проходит значительная модернизация. Так удалось установить цифровой планетарий. По словам Михаила Рябова, такой технический прорыв произошел благодаря выигранному конкурсу проектов в рамках общественного бюджета, а также ряду одесских предприятий, выделивших ресурсы на строительство уникального здания для планетария. Благодаря спонсорам проведена реконструкция космического лектория. После пожара возрождается музей «Одесские страницы в истории космонавтики». «Одесса в полной мере – это колыбель космонавтики. Здесь Королев был, здесь Глушко был. А кто обеспечивал полет человека в космос? Вот эти два, в первую очередь, эти два человека. А были еще и другие люди в истории, которые тоже вложили очень многое. Ну и, конечно, те космонавты, которые летали сами с Украины родом, их очень и очень много на самом деле. И история их просто потрясает. Вот у нас была такая экспозиция космонавтов Украины и их история, вот их звездного пути». В единственной в Украине обсерватории готовится экспозиция «Макет планетной системы на территории обсерватории». Ученым удалось разместить всю Солнечную систему в соответствующем масштабе на своей территории. Теперь совсем легко можно увидеть расстояние между Землей и Солнцем, либо Солнцем и Меркурием. Не потеряйтесь во Вселенной. Продолжение следует...